добрый день друзья не добрый день во мне другим на днях записывал передачу мой район тема была домашние животные питомцы в москве среди прочих гостей было там алена яковлевна алена юрьевна яковлева знаменитая актриса и дочь еще более знаменитого культово советского актера юрия яковлева говорили мы про собак как уже было сказано но в перерывах между студиями пока выставляли свет и приглашали другие гостей там вот в кадре можно увидеть как дарья донцова присоединяется к нам я задал ей вопрос об ее отношении к уехавшим актерам шелпан хаматова и ко всем прочим кто уехали и делают самое разное заявление хоре за границей на эту тему неохотно говорят люди с богемного сословия алена юрьевна меня удивило и порадовал в том смысле что в общем она очень мягко элегантно но все-таки дала оценку и назвала там ряд имен частности дмитрия назарова и посмотрев на количество комментов на ютюбе вот количество комментов этого ролика небольшого который там был назван алена яковлева дмитрий назар и илья хиджакова я решил напомнить нашу с ней с яковлевой беседу двухлетней давности это был июнь 2021 года и там частности помимо прочего мы говорили о так называемом харассменте о приставаниях вот мне кажется что это тоже тема для обсуждения потому что отношение к этому там куда уехали многие из наших актеров и здесь как мне кажется отличается радость просто америку мы упомянули не могу вспомнить про эти все тренды как принято говорить которые к нам из америки приходят частности вот связаны с харассментом с разоблачениями как ваше вообще отношение к тому что очень много скандалов вокруг вот это у нас женщин вашей среде я например ведь это возникло сейчас а все эти так сказать так называемые приставания были всегда да я всегда говорю это вопрос выбора вопрос человеческого выбора моей жизни была история я не буду называть опять-таки фамилию всего одна нет история была куча история была куча и запертых дверей когда мне на масс-фильме сказали что я сделаю тебя звездой чат был крайне известный режиссер и сказал вы умеете делать массаж никогда не забуду я так его массаж чего извините он закрыл дверь запер я сказал пошел грубо было грубо и все не потому что я такая правильная или принципиально но просто для меня это нонсенс вот просто нонсенс если я хочу я вступаю отношения но это решение она рефлекторная или голова включается все таки нет во первых это решение изначально воспитание но как бы мне не приходит в голову мне противно я просто не могу это представить себе просто не могу себе это представить и переступить через себя это очень мерзко потом была вторая история тоже был очень известный человек крайне известный нездравствующий чиновник от кино и так далее и так далее который сказал ты понимаешь чем тебе грозит твой отказ я люблю прекрасно понимаю 15 лет я была зачеркнута вот как да вот как мне потом рассказали даже этого не знала что значит зачеркнута так зачеркнута ведь кино же не было сейчас сериалы пожалуйста 500 тебе телекомпании кинокомпании всего остального а тогда это был там не знаю масс-фильм студия горького и все и если ты делал какие-то неправильные телодвижения и все остальное то все тебя могли абсолютно так сказать вычеркнуть из этой системы координат я совершенно об этом не жалею абсолютно ну просто вообще не жалею значит такая у меня была судьба поэтому когда сейчас начинают пожилые пожилые пожившие скажем так тетеньки рассказывать о том как их домогались и при этом еще я никого не осуждаю но друзья мои да это ужасно это это нехорошо это некрасиво это у меня не вызывает никакой радости но простите если вы на это идете это ваш выбор это ваш выбор я например прекрасно знаю что господин вайнштейн выстраивался очередь и почему-то эти дамы сейчас начинают рассказывать о том как он их домогался но опять-таки ну ребят возьмите себя в руки но вы хотели карьер любой ценой не вообще не осуждаю никого но вы хотели этой карьеры любой ценой вам говорили хотите сниматься тук 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 можно вы хотели этого пожалуйста вам это дали и вдруг вы через 15 20 лет вы начинаете обвинять этого человека в том что он вас склонял к сожительству вы же сами на это шли вас же никто не бил по голове повторяю вас никто не насиловал вас никто не хватал вы сами приходили за ролями за ролями за успехом за славой я вот против чего я не совершенно не 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 поддерживаю такие вещи я считаю что мужчина никогда не должен использовать свое так сказать служебное положение и предлагать то есть ставить женщину перед выбором нет ни в коем случае и это конечно ужасно но это как с одной стороны выбор так и с другой стороны выбор поэтому сейчас вот все ринулись рассказывать у меня масса историй масса но мне не приходит в голову рассказывать сейчас о том конкретно какой человек рыдать при этом что было 45 лет назад или там 30 лет назад что что меня кто-то склонял к сожительству и сейчас я начинаю от этого дико страдать нет то есть истории масса разных и домыслов и и недоговорок но просто я против того чтобы сейчас вдруг начинать об этом вспоминать о каких-то вещах которые так сказать были в ранней юности но это ну ей богу абсолютно не осуждаю это личное дело каждого пожалуйста если вы хотите рассказывать но превращать это в какой-то уже не знаю вселенский ужас эта программа мой район я говорил про дима назарова я его очень уважаю как артист его и любит народ он народный артист не надо об этом забывать он народный артист россии ему дана индульгенция на это и когда ты получаешь большие деньги работы в государственной структуре это некорректно по меньшей мере вот мягко говоря я бы сказал не на использование нормативную ли но не буду вот это моя точка даже гав между нами когда его спрашивали говорил как всегда на митинге правда был такой да и аросева который мы она говорила лично своей этой самой то есть новость после оппозиция на борец внутри ну и уже был как и вы только это не было вредно это вредно без страны ладно спасибо вам огромное спасибо спасибо это программа мой район